Попробуй включи ленту, посмотрим, как она сегодня горит, не горит. Нет, ничего не изменилось. Я же сегодня звонил, по натяжным потолкам. Ну, которые свет, да? Нет. Он сказал, да, это гарантия, я спросил, что может быть, и он говорит, скорее всего, блок питания, которое питает эту ленту. Ну, и типа говорит, что можно поменять по гарантии. Единственное, он говорит, вам нужно оплатить, вы из бригады, определенную стоимость. Я ему говорю, по какой причине, на каком основании. Сфига вы вообще должны платить за вызов? Вызов, вызов. Ага. Запчасти их, а оплачивать должны замену, почему-то мы как-то интересны. Ну, спорили, спорили, в итоге он говорит, что делает нам, как бы... Одолжение? Не одолжение, а исключение. Ага. И они, типа, приедут и поменяют. В смысле, поменять этот бесплатно поменяют? А вызов? А вызов тоже бесплатно. А, и без... То есть вызов бригады бесплатно. Короче, пока вот так вот не наедешь, да? Ну, ненавидишь, да. И, во-вторых, как бы ты свои права знаешь, может быть, и... Если бы я промолчал, может быть, и... То есть мы бы не знали своих прав. Мы бы взяли и оплатили бы эту стоимость. Это капец, мы прав свои знаем. Вообще, процент... Три. Ну, так бы логично. Мы же этот блок управления, не этот... Питание не покупали. Ленту мы не покупали. Сами не устанавливали. За что мы должны платить замену? Я вот, меня другой теперь вопрос волнует. Они что нам будут? Снимать потолок, что ли? У нас уже вот люстра... Да ты послушай, он будет голос дальше, продолжаем диалог. А, так, давай. Он говорит, все усложняется тем, что будем производить демонтаж частично потолка. То есть этого полотна потолочного. Зачем он это нам говорит, я не понимаю. Это ваши проблемы. Мы не указывали, куда этот блок установили. То есть, получается, сейчас вот пока мы из этой комнаты все не вытащим, потому что у нас сейчас здесь все опять... Нет, нет. Они будут, скорее всего, снимать... Они сами знают, где он стоит. Либо он здесь стоит, в этом, либо в этом. Все равно вот в том у нас там вещи просто так не подберешься. Ну, в общем, они будут снимать, скорее всего, этот угол, оттягивать, демонтировать. И он не сказал, подумайте, куда его сейчас можно поставить в доступном месте. Почему мы-то должны думать, я нифига не понимаю. Ну, как? Вы же хозяева. Вот где вам лучше поставить, чтобы он не в потолке был, а на потолке, где-то в зоне доступности. Я думаю, где-нибудь вот там, где его будет видно, в углу. Ну, вот в конце концов... А, ну, вообще-то у нас тут есть место, да? Да. Я-то думаю, тут у нас гардины, и куда, интересно, мы его должны толкать. Да, мы тут в самых стенках его поставили, и я думаю, будет не видно. И у нас чудеса. Ну, короче, то одно, то второе, то пятое, то десятое, да? А лента, да помнишь, как она начинала? Она же горела-горела, потом давай мигать. А потом вообще... Ну, да-да-да-да. Ну, вот буквально вчера ты включал, включил. Да, я включал, она включилась. А сегодня вот уже всё. Так это, она вчера же горела-горела, а потом замигала-замигала. А, так она, да. Ну, короче, какой-то блок баркованный. Они сказали, что это блок баркованный. Ну, вот смотри, опять же, ты говоришь, демонтаж, а ничего убирать нам тут не надо, а они натягивают. Им же эту пушку, наверное, надо включать. Я не знаю, это уже их, как бы, эти вопросы. Ну, хотя бы пусть они предупреждают. Потому что либо мы сейчас, они приходят, либо чуть попозже, когда мы из этой комнаты, вот частично... Ну, они пока молчат. Ну, понятно, молчат. Чего они будут торопиться-то? В той комнате, они нам сказали, там же светильники у нас стоят. Ну. Они сказали, что мы его спрятали за светильником. То есть, светильник снимаешь и его вытаскиваешь. Да, каким-то. Типа всё просто. Я говорю, ну, это же другая комната. Я ему опять же объясняю. Это другая комната, и у нас тут висит люстр, она посередине, светильников нет. И он сказал, момент, пауза, и всё, и ещё. И ещё. Ладно, что, будем ждать. Вот так. Будем ждать.